Привет, друзья! Вы на канале Мото Санчо, и сегодня нас с вами ждет немного математики. А задача передо мной стоит достаточно простая. Подобрать втулочку распредвала так, чтобы при установке в картер нам не потребовалась развертка. Сначала произведем некоторые измерения. Посадочное отверстие втулки в картере имеет диаметр 26,0. Записываем. Картер 26,0. Цапфа нашего распредвала 2198. Окей. Распредвал 2198. И, наконец, вот они, наши втулочки. Все они имеют наружный диаметр 26,07 мм. То есть натяг в посадке будет составлять 0,07. Под воздействием этого натяга втулочка немножко ужмется. И, возможно, картер в этом месте немножко раздастся в стороны. Но втулка намного меньше, чем картер. Поэтому, я думаю, ужмется она соток на 5. А картер расширится сотки на 2. Допустимо? Вполне. Значит, внутренний диаметр втулки уменьшится на 0,05. И вот теперь нам надо посчитать. 22,05 внутренний диаметр данной втулки. Минус 0,05. Получаем 22,0. А распредвал у нас 2198. Значит, зазор в соединении будет составлять 2 сотки. Если возьмем 22,06, соответственно, 3 сотки. А если возьмем 22,04, то всего лишь 1 сотку. Одна, на мой взгляд, ну совсем маловато. Две уже неплохо. Но при условии, что наше допущение верно. А если втулка ужмется на 6 соток или на все 7, получается, что в ноль выйдем. Нет, братцы, давайте ставить 22,06. С максимальным зазором. Перейдем к вопросу установки. Когда-то мне уже доводилось менять втулочку распредвала. И делал я это со стороны маховика. Тогда все удалось. Но именно в данном случае меня смущает наличие ярко выраженной ступеньки и некоторой неровности на выходе отверстия. Боюсь, что втулка может стать с перекосом. А значит и распредвал будет в ней стоять криво. Поэтому устанавливать втулку буду изнутри. Наверное, самый простой вариант установить втулочку на цапфу распредвала, сориентировать и несколькими ударами молотка загнать. Вот только новый распредвал как-то жалко. Поэтому воспользуемся оправкой. Я ее сделал из винта съемника поршневых пальцев, двух гаек и широкой шайбы. Единственное, что не помешает добавить, это несколько слоев изоленты по внешней гайке, чтобы не повредить поверхность втулки. Братцы, беда-беда. Даже не знаю, как работать дальше. У нас есть черная изолента, красная, желтая и даже желто-зеленая. Синие изоленты нет, самой лучшей. Вот как из этого выбрать, что же нам подойдет? Ну, пускай будет желтое, что ли. Примерка. Отлично. Как видите, стучать я буду не в центр втулки, а в бортик. Тем самым исключаем возможность ее проломать. Ну и, пожалуй, самая главная задача совмещение отверстий для подачи масла во втулке и в картере. Кстати, если мы сравним это отверстие в старой втулочке и в новой, думаю, разница очевидна. А где же в картере у нас это отверстие находится? А вот оно. Со стороны шестерни привода маслонасоса. Шестерня, вращаясь, забрасывает туда масло и оно выходит вот где-то там. Кстати, а что, если немножко его доработать? На входе данного отверстия сверлом диаметром 8 миллиметров я сделал небольшое углубление, которое будет работать как своеобразная воронка, собирая большее количество масла и направляя его на смазку втулки распредвала. В теории это неплохо. На практике, думаю, хуже не будет. Теперь отмечаю карандашом расположение отверстия в картере снаружи и изнутри тоже. Как бы только сюда подлезть. Вот здесь. И точно так же отмечаем расположение отверстия на втулке. Ну и, конечно же, картер перед установкой необходимо хорошо прогреть. Ну а теперь нам нужно действовать как можно быстрее, пока картер не остыл. Продуваю фен, чтобы не сгорели спиральки. Устанавливаю картер поудобнее. Прицеливаюсь по меткам. Чуть-чуть наживил и сразу проверяю с обратной стороны. Все отлично. И осаживаем втулочку. Замечательно. Ну а пока картер будет остывать, мы можем убедиться в совпадении маслоподающих отверстий. Видите на просвет? Очень даже неплохо у нас получилось. Есть небольшое смещение по горизонтали, но от нас это никак не зависело. Так уж просверлены отверстия в картере и во втулке. И здесь все замечательно. И, наконец, вот он, момент истины. Зажмет распредвал во втулке при установке или нет? Аккуратно опускаем. Все, он на месте. Легко вращается и имеет определенный люфт. Я бы даже сказал, что можно было брать втулочку поменьше. Ну, какую взяли, такую и хорошо. На первый взгляд работа достаточно простая, но требует определенной аккуратности. Думал, справлюсь намного быстрее, а в итоге потратил полноценных 3 часа. Напомню, что завтра воскресенье и кто хочет пообщаться в прямом эфире, всем будем рады, заходите на стрим в 17.00 по Москве. На сегодня на этом все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока. Заехал Саня и привез показать вот такую штуковину. Это, братцы, Днепровский поддон. То есть вместо стандартной штамповочки вот такая сварная конструкция. По швам видно, что это, ну, или хороший полуавтомат, или даже аргонно-дуговая. Ну, скорее всего, полуавтомат. В этот поддон вварены две трубки, по которым будет проходить воздух. То есть это вроде как даже встроенный радиатор. Забавная штука. И объем увеличен, и охлаждение присутствует. Продолжение следует... Продолжение следует...